Рихарда Зорги Фильм «Кто вы, доктор Зорги» советский лидер Никита Хрущев посмотрел в 1964 году. И задался тем же вопросом. Велел поднять архивы и узнать, реальный ли это персонаж. Свои лучшие годы я проработал в посольстве в Токио. Я близко знал Рихарда Зорга, но даже не подозревал, кем он был в действительности. И теперь я уже не верю в достоверность официальной версии. Зорги жив, а почему бы и нет? Такой может победить и судьбу. Рихард Зорги родился под Баку. Дом в поселке Сабунчи сохранился до сих пор. Здесь он жил всего 4 года. Мать русская, отец немец, поэтому семья переехала в Германию. В октябре 1914 года Рихард пошел добровольцем в немецкую армию. Серьезные ранения одно за другим. Однажды три дня провисел на колючей проволоке, истекая кровью. В госпитале увлекся идеей коммунизма. Позже начал работать в Коминтерне, организация, которая объединила всех коммунистов мира. Попал в поле зрения Берзина. Во-первых, они понравились друг другу. Во-вторых, Берзин сразу оценил возможности Зорги как журналиста и одновременно как разведчика, который может работать под прикрытием журналиста. Руководитель разведуправления Красной Армии Ян Берзин сначала отправил Зорги в Шанхай. Спустя три года в 1933-м другое задание – Япония. Туда он поехал как немецкий журналист. В Токио он быстро заработал славу рубахи парня. Невозможно было подумать, что это серьезный человек, потому что он постоянно пьет, гуляет и вообще лихой мотоциклист. В Японии он развил эту легенду, а это именно легенда. До абсолюта. По Токио гонял на мотоцикле. Это тоже не от дерзкого нрава. Так он скрывал хромоту. Первая мировая сделала из него инвалида. Он, конечно, был немцем, сто процентов. И никакой такой вот любви именно к России, связанной с матерью, он не испытывал. Это чисто идейная история. Вот он считал Советский Союз самым идеальным государством, по пути которого должны пойти другие государства. Он считал, что Советский Союз строит новый мир, мир без войн и насилия. Со Сталином Зорге знаком не был. Во время работы в Коминтерне они встречались. Ни разу так и не заговорили. Языковой барьер. Вождь не знал немецкий, а Зорге плохо говорил по-русски. Но шифрограммы от Рамзая, это псевдоним разведчика, чаще других ложились на стол Сталину. За 8 лет его группа разрослась до внушительных размеров. В ней было около 130 агентов. Самые близкие Рамзаю и преданные идеям коммунизма два японца. Художник Ютогу Миаги, журналист Хацуми Адзаки и немец-радист Макс Клаузен. Радист высшей категории, можно его назвать. Он, соответственно, сам собрал передатчик из запчастей, которые, так сказать, разными путями добыл. Вот этот передатчик он хранил в разных местах, в разобранном виде. И, соответственно, когда нужно, он быстро собирал, выходил в эфир и быстро также разбирал и прятал. В 41-м Зорге отправил свои главные шифровки о том, что пока не взяли Москву, Япония, союзник гитлеровской Германии, не вступит в войну с СССР. Это позволило перебросить под Москву сибирские кадровые дивизии. Главное, что он повлиял на японское правительство, чтобы они напали на англичан, на Сингапур, на южную часть, а не пошли на Советский Союз. Вот в этом уникальность этого человека. Другого такого разведчика фактически у нас и не было никогда. В октябре 41-го группу Рамзая и его самого арестовали. Радист Клаузен выдал все на первом же допросе. Зорге пытался запутать, говорил, что работает на Коминтерн. Он полгода пытался всячески запудрить мозги японским следователям. У него не очень хорошо это получилось. Но тем не менее, в любом случае он поступил так, как у разведчиков в Советском Союзе поступать было не принято. Он раскололся. Таких не спасают, во всяком случае в нашей стране. В других странах существует практика приходить своим людям на помощь, что бы ни случилось. Потому что человек важнее всего. У нас важнее всего была идея. Зорге приговорили к казни. 7 октября 44-го он был в красной рубахе и попросил палача не завязывать глаза, чтобы смотреть смерти в лицо. Когда его казнили, он закричал. Цекигун, Красная Армия, Коминтерн, Советская Компартия. И повис. Ханака Исии последняя спутница Зорге. О его смерти узнала из журнала. За связь с европейцем ее презирали. Два года она осаждала администрации тюрьмы, пыталась выяснить, где могила. Нашла в 48-м на кладбище для бродяг и бездомных. Опознала по пряжке ремня очкам и золотым зубам. Родственники одолжили ей деньги, но хватило только на кремацию. Тогда Ханака написала книгу о Зорге. Первый гонорар потратила на похороны. Так могила разведчика появилась на престижном кладбище Тама. Золотые зубы Зорги Ханака переплавила в обручальное кольцо, которое носила до конца жизни. Она умерла в 2000-м, в год, когда по итогам опроса в Японии советский разведчик Зорги был назван одним из 100 самых влиятельных людей 20-го века. Анна Бажакина, Денис Райко, Мария Солопова. Программа «Вместе».